Уважаемые коллеги, на рассмотрение Государственной Думы вносится проект обращения Генеральной Ассамблеи ООН к парламентам и ряду международных парламентских организаций. Цель обращения оказать влияние на США для прекращения экономической, финансовой и торговой блокады Республики Куба. Государственная Дума регулярно выступает с подобными обращениями, для чего мы принимаем их ежегодно. В первую очередь, чтобы выразить свою поддержку небольшому государству, хорошо знающему цену независимости. Куба мужественно держится, противостоя огромной империи. Уже более полувека она испытывает экономическую блокаду со стороны Соединенных Штатов. Данным обращением мы заявляем о солидарности с народом Кубы, выступаем за полную отмену незаконных санкций. Подтвердить неизменность нашей позиции – весомая причина, чтобы поддержать данный документ. Второе. Политика блокады идет вразрез с основополагающими нормами международного права, положениями Устава ООН, стандартами и принципами мирных отношений между государствами. Санкции и блокады – негодный путь для урегулирования разногласий. Односторонние меры нарушают принципы суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела. Когда за работу с Кубой на компании третьих стран накладывают штрафы, это подтверждает экстерриториальный характер политики, проводимой Вашингтоном. Мы живем в мире, где власти США все чаще размахивают дубиной санкций. Эта политика порочна. Наше обращение и об этом тоже. Оно выражает готовность противостоять военному и экономическому шантажу Вашингтона в обход Устава ООН. Третье. В 2016 году почти единодушно была принята 25-я по счету резолюция Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку Кубы. 191 страна голосовала «за» и даже США воздержались. В мире сложился широкий консенсус государств, выступающих с осуждением давления на Кубу. У нас есть все основания для того, чтобы оставаться важнейшей частью этого консенсуса. Новые заседания Генассамблеи ООН начались. В ближайшее время она рассмотрит очередную резолюцию в поддержку снятия блокады Кубы. В этой связи принятие нашего обращения исключительно актуально. Четвертое. Никчемность политики санкций давно очевидна. Именно поэтому, как вы помните, Барак Обама объявил о начале нормализации отношений между США и Кубой. Был осуществлен обмен дипломатическими представительствами, а в марте 2016 президент США побывал на Кубе. Заявив курс раздоровления двусторонних отношений с Гаваной, Вашингтон де-факто признал прежнюю политику устаревшей. Были введены отдельные послабления в режиме блокады. Но мы с вами хорошо знаем, что для Кубы это не стало поводом менять свой политический курс. Как сказал тогда еще Фидель Кастро, нам не нужны подарки от империи. Таким образом, ни политика давления, ни перспектива отказа от нее не стали для Кубы поводом изменить своим принципам. Вашингтону это не устраивает. Большинство санкционных мер сохраняется. Оздоровления кубино-американских отношений не происходит. Новый президент США Дональд Трамп делает два шага назад на кубинском треке вашингтонской политики. В адрес Гаваны звучат новые угрозы. Возникает опасность очередного витка напряженности в Карибском бассейне. Пятое. Блокада Кубы массовое вопиющее нарушение прав человека. Оно причиняет ущерб ее народу, серьезно затрудняет экономическое и социальное развитие страны. Гуманизм и социальная справедливость стали сутью кубинской революции. Это позволило гарантировать бесплатное высококачественное медицинское обслуживание для всего населения. За полвека в области государственного здравоохранения достигнуты выдающиеся успехи. Высокие показатели в этой сфере признаются на международных форумах. Вместе с этим затрагивается область блокады. От санкций страдают больные, дети, старики. Ощутимый ущерб наносится продовольственному сектору. За неимением возможности торговать в США, приобретать удобрения, семена, сельхозтехнику приходится на географически удаленных рынках, что ведет к завышению цен. Наконец, еще один важный момент. Общий ущерб Куба от санкций превысил 126 миллиардов долларов. В условиях санкционного давления Вашингтона на Россию крайне необходимо укреплять межгосударственные дружественные связи. Позиция Куба на международной арене хорошо известна. Гвана и Москва зачастую имеют общую точку зрения по вопросам мировой политики. Обе наши страны за построение многополярного мира, за соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств. В частности, мы выступаем против вмешательства США во внутриполитическую жизнь Венесуэлы. У нас близкие оценки ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке. Действия России в Хирии и Гаван оценивают как способствующие сохранению единства сирийского государства. Куба настаивает на контрпродуктивности антироссийских санкций, введенных США и их западными союзниками. 14-18 октября в Санкт-Петербурге пройдет 137-я сессия Ассамблеи Межпарламентского Союза. Кубинская делегация примет в ней участие. У нас есть основания полагать, что по проблемам мировой политики Куба и Россия будут выступать с максимально близких позиций. Одновременно Куба готовится направить большую делегацию для участия в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Уважаемые коллеги, режим эмбарго, действующий с 1962 года, не сломил кубинский народ. Принимая данное обращение, мы отдаем дань уважения стране, которая уверенно отстаивает свое право на самостоятельное развитие. Вопреки настроению большинства государств и членов ООН, Вашингтон по-прежнему ставит своей целью смену политической системы Кубы. В феврале 2018 года здесь пройдут всеобщие выборы. По мере их приближения усиливаются попытки США повлиять на внутриполитическую жизнь острова свободы. Наше обращение – выступление против такого рода вмешательства. Дата для принятия документа. Есть все основания от международных правовых до гуманитарных. А главное, мы должны сказать, 90-е годы позади. Россия больше не будет оставлять своих союзников и друзей. Вчера на заседании Совета Государственной Думы в поддержку принятия обращения высказались представители всех четырех фракций. Это означает готовность депутатского корпуса сохранять твердую линию на необходимость отмены односторонних мер США против Кубы. Министерство иностранных дел России поддерживает принятие данного обращения. Пожелания со стороны МИДа были учтены при доработке документа. Прошу поддержать данное обращение. Спасибо. Спасибо.